Добрый день! 16.00 в Киеве на канале БТБ Новости в студии Оксана Гуцайт. Председателем Верховной Рады 8-го созыва избрали народного депутата от блока Петра Порошенко Владимира Гройсмана. С новой должностью его поздравил президент Украины. Глава государства также сделала ряд заявлений перед Радой. По его словам, одной из первых должна стартовать настоящая судебная реформа в Украине. Также он заявил, что украинский язык должен быть единственным государственным, а региональные особенности позволят обеспечить децентрализацию. Кроме того, президент пообещал сделать все возможное для обеспечения согласованной работы с парламентом и правительством. Также сегодня в Раде новоизбранный парламент уже проголосовал и за назначение Арсения Яценюка, премьер-министром Украины. Это решение поддержали 341 народный депутат. После голосования Яценюк подчеркнул, что готов приступить к формированию нового правительства, отметив, что 2015 год будет намного труднее, чем 2014. Затем новоизбранный председатель Рады закрыл заседание. Следующее состоится 2 декабря. Пятеро украинских военных ранены за сутки в зоне антитеррористической операции. Погибших нет. Об этом сообщает спикер СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной. За сутки боевики 50 раз вели огонь по позициям украинских военных. Наибольшую активность они проявили на Первомайском, Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Главные точки ударов и обстрелов российских наемников остались без изменений. Украинские военные 36 раз применяли артиллерию исключительно в ответ на огонь противников. Кроме этого, на Донбасс продолжают прибывать новые подразделения российских войск. Особенно активно это происходит на Донецком направлении. В СНБУ предполагает, что, вероятно, идет подготовка к очередному наступлению боевиков на Донецкий аэропорт. Так на Донецком направлении в течение суток боевики из реактивных установок ГРАД обстреляли позиции украинских военнослужащих у села Новокалинова Ясиноватского района. Из артиллерии и минометов террористы обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО. В районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытная, Веселая, Красногоровка, Березовая, Тарамчук, Новомихайлов. В пригороде Горловке возле села Шумы боевики обстреляли украинские позиции из минометов и зенитных установок. В Донецке сегодня из-за обстрела погибли два человека, шестеро ранены. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. По их данным, боевики открыли огонь по микрорайону Азотный. В результате обстрела есть человеческие жертвы. Также пострадали здания, больницы и училища. Напомню, накануне боевики из артиллерии обстреляли город Попасное Луганской области, вследствие чего погибли двое и ранены восемь мирных жителей. Около 600 наемников прибыли из России для пополнения рядов террористов в Ясиноватой. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, это боевики, вооруженные легким стрелковым оружием. Эксперт считает, что на данный момент идет процесс формирования подразделения живой силы российско-террористических войск. Также он отмечает, что бандформирования стянули в Луганскую область два дивизиона ствольной артиллерии. По предварительным данным, один из них будет переброшен в Волчевск, другой в станицу Луганскую. Америка осуждает обстрел наблюдателя ОБСЕ на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Джен Псаки. Члены мониторинговой миссии ранее сообщили о том, что их обстреляли из гранатомета и противовоздушного оружия под городом Дзержинск. Никто не пострадал. По словам председателя Госдепа США, любые атаки или угрозы наблюдателям миссии недопустимы. Штаты призывают все стороны воздерживаться от действий, которые могут угрожать миссии ОБСЕ. Канада предоставит Украине нелетальную военную помощь на 11 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Роб Николсон. Помощь прибудет в Украину 28 ноября. Ее используют на снаряжение для военных и на их обучение. В частности, 5 миллионов на защитное обмундирование, 3 миллиона на обмундирование для обезвреживания взрывчатых веществ. Также по миллиону на коммуникационное оборудование, на приборы ночного и теплового видения и на медицинское обучение. Напомню, Канада ранее уже предоставляла Украине помощь в размере 55 миллионов долларов. 10 тонн гуманитарной помощи доставили в Дебальцево Донецкой области украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Ситуация в городе остается напряженной. Многие жилые дома в результате обстрелов боевиков полностью или частично разрушены. Магазины не работают. Продуктовые наборы и теплые вещи военнослужащие вооруженных сил Украины и бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям раздавали мирным жителям под обстрелом террористов. Напомню, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины за последние месяцы отправила на Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи. Все найденные обломки малазийского Боинга будут вывезены из Харькова в Нидерланды к концу следующей недели. Из них планируют воссоздать авиалайнер, чтобы определить причину его крушения. Об этом сообщил один из командиров боевого подразделения оперативной группы рейса MH17. Сейчас на одной из железнодорожных станций Харькова уже находится 12 вагонов со сколками самолета. В общей сложности экспертам удалось собрать 650 кубометров обломков. По оценкам специалистов понадобится 16 грузовиков для их транспортировки в Нидерланды. Напомню, Боинг-777 был сбит пророссийскими боевиками над территорией Украины. Все пассажиры погибли. Россия перебросила в оккупированный Крым 14 боевых самолетов. Истребители прибыли в аэропорт Бельбек из Краснодарского края. Всего там будет базироваться 24 военных самолета. Их задача, как говорят в российском Минобороне, обеспечить так называемые интересы безопасности федерации в регионе. Ранее Бельбек был гражданским аэропортом и принимал чартерные лайнеры. В НАТО тем временем критично отреагировали на милитаризацию Крыма. Главнокомандующий войсками Альянса Филипп Бридлов заявил, что Россия подрывает безопасность всего Черноморского региона. США начали перебрасывать танки в европейские страны. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант Бент Хонджес. Он отметил, что это произойдет в рамках операции по обеспечению безопасности стран Балтии и Польши. Всего собираются перебросить 150 танков. В Европу уже прибыли 50 единиц бронетехники. Оставшиеся 100 единиц боевых машин пехоты будут отправлены в Германию. В каких именно странах Восточной Европы разместят машины, руководство НАТО решит позже. Эксперты утверждают, что такие действия со стороны США и Альянса могут быть вызваны агрессией России, которая в последнее время начала открыто угрожать применением атомного оружия. Канцлер Германии считает, что Россия нарушает мир в Европе. Выступая в Бундестаге, Ангела Меркель резко осудила действия Кремля в Украине. Она отметила, что у аннексии Крыма нет никаких оправданий. Вместе с тем Меркель признала, что для урегулирования кризиса в Украине нужно запастись терпением. Реакция Путина не заставила себя ждать. Политик тут же ответил, что Россия якобы никому не угрожает. При этом заявил о так называемом намерении защитить безопасность своих союзников. Напомню, Россия, в отношении которой ввели санкции из-за оккупации Крыма, до сих пор отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины. Россию огражает всему мировому порядку. Я вижу в лице Путина агрессора. Я искренне надеюсь, что у правительства Украины хватит терпения, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем. ЕС вводит санкции против 13 организаций. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР об этом заявили после заседания послов Евросоюза. Информацию о том, кто именно подпадает под ограничительные меры, обнародуют в официальном журнале Европейского Союза. После санкции вступят в силу. Напомню, 17 ноября министры иностранных дел стран ЕС настояли на расширении списка лиц, причастных к так называемым народным республикам на Донбассе и псевдовыборам 2 ноября. Новый антирекорд рубля. Российская валюта упала до трехнедельного минимума. Сегодня за доллар дают 47 рублей 59 копеек, а за евро более 60 рублей. Эксперты предполагают, что резкое падение курса обусловлено снижением цен на нефть, которое произошло в преддверии саммита Организации стран-экспортеров. Черное золото дешевеет за счет ожиданий рынка, что ОПЕК не снизит добычу на сегодняшнем совещании. Но накануне несколько стран, в том числе и лидер картеля Саудовской Аравии, сообщили, что не будут предлагать подобных мер. Эксперты уверены, что кроме падения цен на нефть, на курс рубля существенно влияют западные санкции. Цены на нефть рухнули до 76,5 долларов. Цена сорта Brent обновила новый 4-летний минимум. При этом американское черное золото марки VTI подешевело до 72 долларов 70 центов. В последнее время нефть держалась в районе 78-80 долларов за баррель. Однако в преддверии саммита Организации стран-экспортеров нефти цены снова поползли вниз. От форума ОПЕК ждут решения, будут ли государства снижать добычу, чтобы поддержать котировки или нет. В то же время действия Саудовской Аравии за последний месяц довольно четко показали рынку, что ОПЕК вряд ли согласится сократить производство. Напомню ранее, Россия пыталась заставить Организацию стран-экспортеров нефти снизить добычу. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 17.00.